He's strong! Терри, здравствуйте! Мне сам формат, то, что я должна стоять вот здесь за трибуной с микрофоном, придает такого чувства волнения, но я это объясняю, что на самом деле это просто важные гости в этом доме. Я рада, что вам сейчас сделали экскурсию. Это значит, что вы не уставшие, но я сразу же спрошу вас, были ли вы еще в Нарве в другом новом учебном заведении на экскурсии, которое здесь есть. Если у вас есть интерес посетить здание, которое находится в Нарве на улице Кереса 14, где находится учебный центр от Сиса Кальца Академии, то дайте знать представителям своей школы. Мы можем подумать и организовать экскурсию и туда. Потому что мне кажется, что там тоже можно вот просто хотя бы приятно посмотреть. Но скажите, а кто-то ходил, например, в бассейн, который там открыт? Какие-то единицы. Я хотела бы вас... Юльгуста, да? Делайте это быстрее. И обязательно сходите, посмотрите. Там прекрасная такая атмосфера. Ну и заодно так приобщитесь. Я знаю, что когда люди встречаются, приятно, когда кто-то что-то кому-то дарит. У меня больших подарков вам нет, но... Можно я вам разделю? Передайте там, пожалуйста, стоять на... Если не хватит, тогда вот там на столе еще чуть-чуть есть. На самом деле это просто наш такой инфо-вольтик, в котором можно посмотреть, почитать, если вам реально интересно. Ну или так в карман положить, где-нибудь выкинуть потом. Значит, я должна вам сейчас рассказать о том, что такое СИСА КАЦА Академия, как к нам поступить. Сразу же скажу, что я работаю в колледже полиции и погранохраны. И поэтому больше буду рассказывать о том, как именно в нашем колледже учеба организована. И, конечно же, позову вас прийти к нам учиться. Буду очень рада, если сейчас, пока вы сидите, зайдете через телефоны на страничку сисакальца.е. Просто полистайте, посмотрите, что там вообще такое есть. То есть я точно не хочу, чтобы вы вот смотрели на меня, как на лектора. Вот. Чувствуете себя свободно. Но... И, наверное, начну с такой нашей заставочки. А потом задам вам вопросы. Поэтому по возможности посмотрите внимательно. Подумайте, что значит эти... Нелли туго ват. Посмотрим с вами рекламное видео без звука. Видите, я точно тут не лектор в этом доме. Так, там нажмите рядом. Вот. Круто там. Ой. Не надо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Можно подписаться, там посмотреть ролики любые, которые вам интересны. Но я понимаю, что не все созданы для того, чтобы создавать безопасность в нашей стране. В наше учебное заведение реально приходят учиться люди, у которых вот здесь это чувство желания помочь, оно есть. Скажите, пожалуйста, как вы поняли, вот эти четыре тугорода, которые там было написано, это что, это кто? Как вы это поняли? Ну, спасатели, по профессиям, так. Кто еще? Полицейские. А кто в финансовом колледже? Ну, вы уже так умно смотрите, а кто там может вообще учиться? Пограничники, это полицейские. А в финансовом колледже тоже у нас на пограничном пункте в Нарве здесь они работают, товарами занимаются, налогообложением, там акцизы. Кто это? Нет, не декларанты. Это таможня. Таможня, да, таможня и налоговики, это финансовый колледж. И один юстиц колледж еще, это кто? Да, Вера знает, это работники тюрьмы. Мы, значит, вообще наша академия состоит из четырех колледжей. Почему вот эта вот цифра 4, она вот на руке хорошо обозначаема. Это так и есть полицейский колледж, финансский колледж, юстиц колледж и песта колледж. И пятый, этот большой палец отдельно, это институт, Сиса Юль Геолаку институт, где можно получать уже магистрское образование. И туда можно поступить как после этих любых колледжей, так и после Нарвского колледжа. Катрина сейчас вам рассказывала о возможностях, например, Норсу Те. Сразу же скажу, в этом году у нас был прекрасный совместный проект, когда наши кадеты, будущие полицейские, которые выбрали направление защиты общественного порядка, они делали совместную работу вот с этими молодежными студентами, которые в Нарвском колледже, они целую неделю находились вместе. Часть лекций проходила в нашем доме на Кересе 14, часть лекций здесь, потом были групповые работы, они ходили по городу, искали места, которые интересны молодежи, искали места, которые со взгляда полиции могут быть опасными. В общем, очень даже интерактивное такое обучение и совместное с Нарвским колледжем тоже. Здесь я хотела бы обратить внимание, что у нас есть вот в такой форме на русском языке страничка, но всё обучение у нас проходит только на эстонском языке, и то, что я сейчас с вами говорю на русском, это для того, чтобы до вас точно дошло, о чём мы говорим, но также мы предполагаем, что поступающий к нам уже владеет на достаточном уровне эстонского языка, чтобы учиться. Вот, вот сюда бы, если я на неё нажала. Значит, вкратце то, какое образование у нас можно получить. Значит, к нам можно поступить только после 12 класса, то есть те, у кого есть среднее образование, или среднее образование получено в училище. И можно быстренько, буквально за год-полтора, получить профессию, специальность. И это чиновник тюрьмы, по сути, это охранники в тюрьме, которые, да, работают. Пясте Коральда – это организатор спасения и чиновник полиции. По сути, это чаще всего патрульный полицейский или пограничник. Это полтора года, и всё, вперёд на работу. Также есть у нас трёхлетняя программа обучения, которая уже даёт прикладное высшее образование. И это специальности как раз таможня и налогообложение. Коррекция – это уже более высокий чин в тюрьме. Служащие полиции – это тоже уже с возможностью, например, сразу после школы пойти работать следователем. И пясте Теннистус – это тоже в спасательном департаменте должности, требующие более высокого образования. И также, как я вам уже сказала, то есть это базовое образование можно получить в любом из колледжей и в магистратуру пойти в этот СИСАЮЛКОЛАКУ институт. Также наша академия представляет дополнительные курсы, в том числе, скажите, пожалуйста, вот я поняла, что тут из разных школ, из разных классов, ребята, СИСАКАЙЦАЮПЭ в гимназическом звене. Многие гимназии Нарвы подключены к этой системе, и кто-то выбирает как направление своё СИСАКАЙЦАЮПЭ. И в течение трёх лет проходят… Кто-то есть в зале такие? Передайте им конфетки, пожалуйста. СМЕХ 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 Одно такое место, которое называется Вейке Марья. Возможно, тот, кто создавал эту карту, учился в Пясте колледж, потому что именно там от Пясте колледжа основной учебный комплекс. И там же все учебные вяльякут, где проходят тренировки. В общем, там все организовано, чтобы стать крутым спасателем. Я бы сразу следующим отметила пункт в Нарве, потому что он нам с вами ближе всех. И в Нарве на Кересе 14 студенты полицейского колледжа приезжают всегда на практику. А так как я куратор практики именно в полицейском колледже, об этом могу вам отдельно рассказать. Но также еще сюда приезжают, ну и используют этот дом как общежитие. Также приезжают учиться вот эти студенты, о которых я уже упоминала, совместная работа с Нарвским колледжем. То есть у них они неделю на месте учатся в Нарве. Но остальную часть учебы они проходят либо в Таллине, либо, например, в Пайкузе, про полицейских, если говорить. Также в Нарве учатся таможенники, также приходят на какое-то время. Просто вот у них, например, чаще всего это сопряжено с какой-то практической работой. Например, они приехали в Нарву на пограничном пункте учиться осуществлять таможенные процедуры. И тогда они находятся тоже в этом учебном центре. И Нарвский центр используется также для вот этого Таэнтус колледус, в том числе Сисакайцелупе. Голубеньким кружочком отмечен возле Пярну местечко Пайкуза. Пайкуза – это тоже наш учебный центр, и он больше для полицейского пограничного колледжа. Там тоже наша практика. И если говорить, значит, о том, вот если я поступила учиться в Сисакайцакадемию, то где я буду учиться? Везде. Потому что даже если вы, например, там, таможенник и налоговик, то, возможно, вы когда-то попадете в Вяйке Марья, потому что поедете туда на совместные учения. Проводят колледжи между собой, такие большие учения, как отработать вот в кризисной ситуации, что должны делать спасатели, что полицейские. Причем тут вообще таможенники в кризисной ситуации. То есть вот это все отрабатывается очень четко. Но, значит, если говорить про полицейский пограничный колледж, то большая часть учебы проходит в Пайкузе и в Таллине, и частично в Нарве. И это все делается бесплатно. Если бы здесь были ваши родители, я бы, конечно, рассказала о том, что когда ваш ребенок к нам поступает, мы ему даем бесплатное жилье, мы его бесплатно кормим, мы ему даем форму, не надо переживать, во что одеться. И еще мы платим стипендию 260 евро в месяц просто за то, что вы молодцы, не пропускаете и успешно проявляете себя. Оценки мы не смотрим, просто реально надо учиться. Но это так для родителей. А, и еще обязательно обеспечиваем местом работы. То есть представьте себе какое-либо учебное заведение высшее, которое зовет к себе, говорит, мы все вам дадим, только будь молодцом, учись. И потом, когда закончишь, у тебя не будет болеть голова, куда идти работать, потому что не буду говорить про какие-то конкретные другие высшие учебные заведения, но часто человек выходит с дипломом о высшем образовании и думает, и что, и куда, и как. А тут за вас все продумано, но понятное дело, что это все оплачивает государство, вкладывается сразу с первого шага в надежде на то, что вы будете служить во благо Родины и во благо безопасности нашей страны. Еще с чего я начала, то есть это должно быть где-то внутри вот это чувство, что я хочу вложиться, как-то быть причастным к тому, что происходит в нашей стране. И, наверное, в последнее время тема безопасности, она очень острая в нашем обществе, поэтому на любом уровне это очень важно. Да, значит, здесь вы можете просто посмотреть, я не хочу сильно как бы останавливаться на подробностях, да. Опять же, три года это прикладное высшее образование, и полтора года это полициаметник, и в том числе пограничник. За полтора года вышли, пошли на работу. К слову сказать, то, что вас обеспечивают работой, и вы должны, есть обязанность отработать как минимум три года на госслужбе по этой специальности. В случае, если прошли все кацет, поступили, молодец такой уже учишься, и вдруг, любовь-морковь, планы жизненные поменялись, и такие, а, все, не пойду, дальше не буду учиться, уеду вообще за границу, и буду там строить свою жизнь. В этом случае вам придется компенсировать затраты, которые на тот момент государство уже в вас вложило. Образно скажу, что один учебный год стоит порядка 8 тысяч евро. Вот, то есть, этот шаг, конечно, должен быть осознанный, вы должны понимать, но бывают случаи, когда, например, у нас там из последнего один кадет получил травму, и по физическим своим возможностям, но у него не было уже возможности продолжать учебу, и в этом случае, конечно же, никто с него не требовал этих денег обратно за учебу, то есть, лояльность в этом вопросе, конечно, проявляется. А если это такое вот, ой, извините, я передумал, то, конечно, это несет с собой ответственность. Значит, то, как организована работа, учеба, я вам объяснила, да, что и в Таллине, и в Пайкузе, и в Нарве. Я могу немножко в этом месте рассказать про практику, которую проходят полицейские и пограничники. Это вообще общее название, у нас сейчас нет разделения на пограничников и полицейских, у всех одинаковая форма. Иногда вы можете заметить, что есть полицейские в зеленой форме. Видели здесь в Нарве? Не задавались вопросом, это что за зеленые человечки? Нет, это пограничники. На самом деле, те, которые осуществляют работу, в том числе и мастикуль. На местности. На местности. Вот, то есть им так удобнее. И чаще всего это пограничники, да. Полицейские в патруле или в отделе, чаще всего именно в синей форме. И приходят, когда на практику, первокурсники, все всегда проходят практику именно в Идовской префектуре. Кто-то знает Идовская префектура, как располагается, откуда, докуда. Вот у нас наш уезд, как называется? Идовирума. А в территорию Идовской префектуры что входит? Идовирума и Леновирума. Ой, уже почти поступил. То есть, грубо говоря, от Витна, там где-то от Раквера до Нарвы, вот эта вся территория к Чудскому озеру, это все территория Идовской префектуры. И наши кадеты проходят практику знакомительную здесь. Конечно, у нас тут все суперусловия, у нас здесь граница внешняя, у нас здесь очень интенсивный событиями регион. То есть, попав на практику в патруль, всегда будет так, что что-то происходит, какие-то события. И мы гордимся тем, что Идовская префектура именно такая практическая база для наших кадетов. И потом уже, если говорить дальше про практику, то у ребят, которые позже проходят уже практику, есть возможность это делать в непосредственной близости к дому. Например, те, которые живут в Тарту, они могут идти в отдел в Тарту работать. То есть, у нас обязательства такого нет, что вот обязательно сюда. Но вы, наши местные, конечно же, придете сюда на практику. Мы вообще, кстати, если говорить про стипендию, 260 евро получает каждый месяц каждый студент за то, что он молодец, что он есть и выбрал. А еще у нас есть особая Идовская такая стипендия. Она в последний раз была, по-моему, 1000 евро. И ее выдают тем, кто, ну вот прям крут, молодец, в чем-то прославил наш регион. Про желающих прославлять наш регион могу сказать так, что сейчас девочка на третьем курсе. То есть, получается, три года назад среди поступающих, вот всех кандидатов, кто к нам в колледж поступал, в группу высшего образования поступила одна девушка из Нарвы. То есть, если вот смотреть именно нарвских поступающих, это была боль моего сердца. Поэтому я очень вас зову, пробуйте, приходите. Потом сейчас расскажу, что для этого надо сделать. Но в общей картине мира, в академии, когда в группе высшего образования одна девушка-полицейский из Нарвы, ну прям, а-а-а-а, вот, поддержите меня и придите. Значит, здесь можете посмотреть в спасательном колледже. В двух словах я объяснила, что там такая же система. Либо быстренько за полтора года профессию получаете, либо высшее образование уже. В юстиц-колледже, это то есть те, которые в тюрьме будут работать, у них такой же расклад. Что могу сказать, что юстиц-колледж, конечно же, также принимает всех своих выпускников на работу. И у них там какие-то очень-очень хорошие условия, очень хорошие зарплаты. Если вы чувствуете, что вот можете быть охранником. И вот это, ну, на самом деле, там политика даже не то, что надо проявлять жесткость, а уметь находить контакт вот с людьми, которые там в тюрьме находятся. В общем, это очень большая область, которую интересно изучать. Но надо осознавать вообще, что вы идете работать в тюрьму каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Там с утра до вечера вы находитесь в тюрьме. Но, кстати, вот про это ощущение, которое испытывают люди на работе, очень важно понимать. Когда я вижу горящие глаза желающих поступить, стать полицейским, говорит, я хочу стать полицейским. Что делает полицейский? Вот Катрина говорила, люблю детей, там, да, учителя отвечают. А это был мой личный опыт. Один парень пришел и говорит, хочу мерить скорость. Я говорю, ну, хорошо, а что еще делают полицейские? Вот ты хочешь мерить скорость, что еще? Ну, я утром пришел, взял там этот аппарат и пошел мерить скорость. Вот, конечно, это очень такое искаженное представление. Представление еще. Как в вашем представлении? Что делают полицейские? Бумажное волоките после вызова. Бумажное? У тебя кто-то знакомый в полиции? Просто хорошо представляешь. Еще какие такие киношные представления про полицейских? Погони. Пистолеты. Пистолеты. Штрафы. Нет, взятки точно нет, это не про наши. Штрафы. Штрафы. Пончики. Пончики. Пончики на заправках. Это вот очень распространенные. Да. Но я вам хочу сказать, что ежедневная работа полицейского и пограничника, она всегда сопряжена с какой-то критической ситуацией. Это всегда чья-то проблема, чье-то горе может быть. Это ответственность, это необходимость решить ситуацию. И очень вот такое распространенное там, да они только штрафуют, да что там вообще-то вот, но... Вы никогда не задумывались, для чего штрафуют? Для чего? Чтобы следить за порядком. Чтобы следить за порядком, чтобы в следующий раз, чтобы это на него воздействовало. Но это в первую очередь делается для безопасности окружающих. Если он несется на скорости 150 км в час по шоссе, в какой-то момент у него зазвонил телефон, он отвлекся и вылетел на встречную полосу, то как раз полицейский, который оштрафует вот этого ездуна, она для того, чтобы обезопасить других участников. Скажите, пожалуйста, ну вы уже в таком возрасте, что, скорее всего, вы соприкасались с полицейскими. В какой момент вот как бы в жизни это был такой положительный опыт? Вы, может быть, звали на помощь, и вам помогли решить проблему. Или это был такой негативный, типа вы там за углом, постояли, покурили, и вас тут хоп, или там шел без хелькура. Давайте так, у кого был положительный опыт вот общения с полицией? То есть реально когда-то там соседи шумели, вызвали вы, все, вопрос решили. У кого был негативный опыт общения с полицией? Негативный, то есть полицейский пришел, и вам там чего-то... И вы такие, ах ты негодяй полицейский. Вот те, кто подняли руку, идите сюда. Ну идите сюда, но не бойтесь. Возьмите, пожалуйста, конфетки, я надеюсь, возьмите, да. Я надеюсь, что после сегодняшнего дня у вас будет галочка, что есть и положительный опыт. Так, осталось четыре конфетки. Я очень надеюсь, что у вас есть представление, что полицейские, конечно же, все-таки именно помогают обществу нашему. И про Нарвский учебный центр, если мы так вот строго по слайдам дальше идем, то он был построен два года назад. В октябре этого года будет уже два года, как он открылся. Конечно, открытие было сопряжено со временем пандемии, и поэтому как-то, ну, он изначально остался таким закрытым. И это здание вообще используется как СИСА КАЙЦА Академией, Тартусским университетом и также Департаментом полиции и пограноохраны. И вот одну часть, ту, которую использует Нарвский колледж, она именно под общежитие отведена. Студенты Нарвского колледжа там живут. Та часть, которая, скажем, как раз это над бассейном. Вот это все Тартусский университет, Нарвский колледж там, комнаты. Та часть, которая остается слева, верхние этажи, это как раз общежитие для наших студентов. На первом этаже немного учебных классов, где в том числе проходит вот эта СИСА КАЙЦА ЭПЕ. И внизу, там вообще еще отдельный мир, очень крутой современный ТИР. И его используют в том числе для тренировок наши команды быстрого реагирования, и наши студенты, и полицейские, которые здесь поблизости живут, потому что ежедневная работа полицейских в том числе требует и ежедневных тренировок. Там есть классный спортивный зал. То есть все условия созданы для того, чтобы человек поддерживал свою физическую норму, чтобы чувствовал себя комфортно, потому что, опять возвращаясь к тому, что ежедневная работа полицейских связана с негативом. Это очень тяжело на самом деле. И когда молодые с горящими глазами приходят, думают, что это вот что-то такое веселое, на самом деле это очень серьезная работа. И поэтому в учебном центре создаются условия для того, чтобы по возможности чувствовали себя хорошо, комфортно. Даже у нас там есть отдельная зона отдыха с банями, с муллевань. То есть это тоже возможность, но только для тех, кто работает там. Хотел, что... У меня вопрос. А что должно произойти, чтобы полицейский достал пистолет и начал либо угрожать, либо вообще стрельнул? Для этого поступай, к нам учиться. Там узнаешь... Нет, на самом деле есть четкие очень правила. Я не полицейский, который применяет оружие, да? Но есть четкое правило. То есть если идет угроза жизни самого полицейского или вот в ситуации, в которой он появился, то есть должно быть холодное оружие у противника, скажем так, то тогда у полицейского есть право тоже применять и свое холодное оружие. Сейчас мы до этого дойдем, конечно, расскажем. В общем, вам про дом все понятно, все неинтересно, но если вам реально интересно прийти, я готова вас встретить школьным представителям. Дайте знать, мы можем договориться и просто сделать такой тур в рамках классного часа. Да, и вот то, о чем я говорила, что можно делать в Нарве, это практическая база, что это некоторые предметы или модули проходят, и вспомогательное обучение, ну и совместные деятельности какие-то. И теперь непосредственно про поступление. Вот наверху обозначила вот этот сисокайца.е, я надеюсь, что кто-нибудь открыл, телефон посмотрел. Там есть раздел «Сисиастумене», и в соответствии с интересующим вас направлением можете конкретно посмотреть, что выбрать. Но есть общие понятия для поступающих к нам. Первое – это эстонское гражданство. Лиц без гражданства, лиц с каким-то другим гражданством в Академию внутренней безопасности мы не принимаем. У вас есть возможность сдать экзамен на гражданство, получить его, и в процессе натурализации это тоже акцептируется, и вы можете тогда к нам поступить. От двойного гражданства придется отказаться. И тогда надо предоставить справку об этом, что вы отказались. Я знаю, у меня у дочки было двойное гражданство, она хотела туда поступать, и сразу же отказалась от второго, принесла справочку, все хорошо. Значит, то, что я сказала, на основе только среднего образования к нам, то есть после девятого класса к нам никто не приходит, очень хороший вариант для наших местных ребят, у которых чаще всего после нарвских школ все-таки с эстонским немножко сложности, да? Ну, не все свободно говорят по-эстонски. Ребята идут в армию, год отслужили, приходят, ну, просто говорят, и свободно выражают мысли, и уже представление какое-то вообще об обществе вне школы. Поэтому это тоже вариант. И это общая система САЙС. Вопрос про армию. Да. В академию можно спать сразу после гимназии? Да. Или... Да, в академию можно сразу в июне... И просто после гимназии, ой, после академии еще в армию. На этот вопрос я официально не могу сказать, что да, вы будете освобождены от армии, но у нас есть устная договоренность с нашими военнослужащими, что по сути для государства молодой человек, который пришел служить в ряды, например, полицейские, да, он тоже служит на благо нашего общества. И поэтому никто наших полицейских, молодых кадетов не заставляет идти в армию. Если у вас есть такое личное желание, вы всегда можете это сделать, но никто не обязует. А после училища? Да. Если вы в училище получили диплом о среднем образовании, то есть после девятого класса поступили в училище, получили там какую-то специальность и среднее образование, то у вас есть право к нам поступать. Да. Сейчас дойду до оценок. Вот. Значит, вот это САЙС, это общая система, где предоставляется заявление. То есть хочу поступать, но там такая стандартная процедура, не заостряю на это внимание. Дальше написано Это многих интересует. Значит, смотрите, мы не смотрим, как многие учебные заведения выше, не смотрим результаты ваших госэкзаменов. Мы не выводим там средний балл, какой там у вас был в аттестате. Мы смотрим в аттестате общую картину. Если общая картина там 5-4-4-3-5-3-3-4, нормально. Человек учился, сделал приоритеты, что ему нужно, что ему важно, но старался. А если мы видим там такой 3-3-3-2-4-3-3-3-2, то есть тоже, да, как бы говорит об общем уровне. То есть мы предполагаем, что с навыками обучения как-то вот может быть сложности у человека. Мы не требуем никаких сертификатов по эстонскому языку. Я сейчас говорю про ребят, заканчивающих школы с русским языком обучения. Если у вас по окончании 12 класса на руках уже есть С1, тунистус, окей, представляете нам, и вы тогда сразу же освобождаетесь вот от этого тестирования. Если у вас, вы учились в русскоязычной школе, и у вас нет этого С1, то мы делаем тестирование. Это тестирование в форме изложения. Почему это именно форма изложения? Это показывает вашу способность учиться на эстонском языке. То есть как вы слышите, что вы понимаете, и что вы можете законспектировать, чтобы изложить свою мысль. Все, больше нам от вас ничего не надо вот на этом этапе. То есть увидеть, насколько вы воспринимаете эстонскую речь и насколько способны ее изложить. Сразу же скажу, я не знаю, в каком классе вы сейчас учитесь, каждый год академия предлагает, в том числе здесь, в Нарве, курсы эстонского языка. Вот ребята, которые в СИСАК, ЦЛП, в курсе вы какие-нибудь слышали? Нет такое? Значит, курсы, именно наши преподаватели здесь делают для подготовки, сдачи вот этого самого изложения. И эти курсы, они платные, но там сумма 30 евро. Вот в этом году это было 30 евро. И есть возможность тогда прямо сразу на месте, в рамках этого курса сдать вот то, что здесь называется тест именно, да, вот это изложение там, прямо вот при этой учительнице, с которой вы уже там привыкли на уроках, сдать это тестирование. Если вы прошли вот это вот эстонским языком тестирование или предоставили Ц1, тогда мы приглашаем вас на физические этикацет, нормативы. Я потом отдельно открою прям табличку, увидите, что там надо сделать. Сейчас расскажу в общем. То есть я сейчас о порядке вообще, да. Эстонский прошли, физические нормативы сдали, и тогда на основе вашего заявления и анкеты, которые вы там заполнили, проходит контроль вашей таусти. То есть кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, часто ли за углом школы вас полиция ловила, то есть какие ваши ценности. Сразу же скажу, что если вы где-то когда-то перешли дорогу через, там, не по пешеходному переходу, или в темное время суток шли без Хелькура, и за это тоже получили какой-то штраф. Это не является препятствием для поступления к нам. Но точно мы не берем тех, кто был в уголовном порядке наказуем. Например, если вы устраиваете где-то там драку в ночном клубе с вот такими последствиями, и за это имеете уголовное наказание, даже если оно условное, то это исключает вашу возможность поступить к нам. И дальше идут куци и соби его связь. То есть если все эти этапы прошли, вас приглашают на собеседование. Собеседование проходит в очном формате. Пять членов комиссии. Четыре из них это действующие полицейские, которые работают в департаменте. Один представитель школы, ну то есть академии. И там ведется разговор в течение получаса. Он только на эстонском языке. У вас может есть возможность блеснуть своими знаниями других языков. Например, в прошлом году был мальчик, который с нами и по-французски, и по-испански, и по-английски поговорил. Вот. То есть это время, вот до этого Ирина тоже очень, Катрина говорила о том, что это время, когда вы себя продаете. То есть вы реально должны доказать, почему именно вас надо взять. Всегда на пользу идут ваши достижения волонтерской деятельности. У нас есть возможность попробовать вообще, что такое полицейский. Это Аби-полицейник Уксола. Для этого 18 лет должно быть. И подать заявление. И совершенно на добровольных началах можно приходить в отдел полиции. Например, провести смену с патрулем. Можно пойти в какую-то школу с полицейскими вместе сделать лекцию. То есть это любая волонтерская деятельность такая. Не ограничивается она только Аби-полицейник. Вот если вы вот недавно было ТМРа. Кто участвовал в субботнике в прошлые выходные? АУ? Мы в школе сделали, но тем не менее. Хух! Можно было совсем никого тут. Ну, конечно, вот эта гражданская активность, она показывает вашу готовность на благородины что-то делать. Не только за деньги, но это вот здесь должно быть. Это очень важный момент. Вот. И была у нас история, парень с Нарвы все замечательно сделал, сдал, поговорил, убедил. Мы говорим, берем, отправляем на тервисе контроль, и для самого этого молодого человека была новость, оказывается, что он там дальтоник. То есть он всю жизнь жил, даже этого не замечал, но есть определенные требования, которым человек должен соответствовать. и если что-то не подходит, то нет. Вот. И если вдруг все хорошо, все-все-все прошли, то тогда вам и форму выдают уже там в августе. И в августе делается такая неделя ознакомительная, просто чтобы люди, которые стали вместе учиться, будут учиться, познакомились. А для русскоязычных, у кого родной язык русский или другой, у нас в этом году парень, у кого родной язык грузинский, он гражданин Эстонии, но у него родной язык грузинский, поэтому сейчас нельзя говорить, что только русский язык родной. Делается еще дополнительный курс эстонского языка. Понятно, что за лето там школу забыли, оторвались, в августе пришли и опять надо эстонский вспоминать. И вот это двухнедельный курс эстонского языка именно таки вспомогательный, чтобы потом уже в учебный процесс можно было мягче войти. Скажите, среди ваших знакомых друзей есть кто-то, кто учится в академии? Ну и что, как, что говорят? Весело. Весело, отлично. На каком курсе? Пока что весело, но я думаю на каждом курсе. Так, и вот эти физические нормативы часто спрашивают, вспоминают. Я лично сама в этом году принимала физические нормативы, которые кандидаты изъявили желание сдавать в Нарве. особенно тяжело упражнение на пресс дается мальчикам, и бегать молодежь не умеет. Но в этом году, к счастью, все хорошо. Все. Вы знаете свои способности, кто как бегает, кто как отжимается, кто как делает пресс. И еще есть такое загадочное упражнение на координацию. Его тоже иногда не сдают, и это провал. Тогда обнуляются до одного пункта все остальные достижения. Если кому-то интересно, после этой лекции я вам покажу, как это делается упражнение на координацию. А теперь ваши вопросы. Если вдруг тут 12-ти классники, если вдруг есть, то в этом году мы принимаем заявление до 29 июня. В принципе, эта дата во всех высших учебных заведениях обозначена. И если вы проходите, то да. А вообще в Академии у нас есть возможность поступить еще до того, как вы закончили 12-й класс. У нас есть первый этап приема. Заявление можно подавать уже в феврале. Вы проходите все эти тесты, нормативы, нормативы, и собеседование. И вот, например, сейчас на следующей неделе в среду в Нарве проходят собеседование, и человек еще до окончания 12-го класса уже может получить информацию, поступил он или нет. Соответственно, уже летом чувствовать себя более свободно, можно поступать куда-то еще, можно уже остановиться и расслабиться. Вот, поэтому об этой возможности, что в Академию можно поступить уже и до окончания 12-го класса, тоже помните. Вам спасибо.